Всем привет, это футбольный клуб. Мы снова собрались, чтобы поговорить о футболе, а в этот самый момент, возможно, где-то собирается или даже уже заседает комитет по этике. Новый повод ему подкинул вратарь Балтики Евгений Латышонок, который встал, видимо, в один ряд с Русланом Безруковым и болельщиками факела. Латышонок после выхода своей команды в суперфинал Кубка России на вопрос, с кем он там хочет сыграть, с Зенитом или ЦСКА, ответил очень ярко, но, возможно, кого-то обидел. Впрочем, пока ни о каких дисквалификациях и штрафах по отношению к Латышонку не стало известно. Надеюсь, их и не будет, потому что Балтика в целом большие молодцы. В матче со Спартаком они показали, что не только хотят, но еще и могут. А мы знаем, что в чемпионате России у некоторых с этим есть большие проблемы. Я уверен, что у вас таких проблем нет, вы хотите и можете, поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если еще не, включить уведомления и мы начинаем. Балтика на этой неделе не только впервые в истории вышла в финал Кубка, но еще раньше приняла непосредственное участие в чемпионской гонке. О Кубке мы поговорим чуть позже, начнем с чемпионской возни. Центральная вывеска тура, Зенит дома принимал ЦСКА и проиграл. Проиграл команде, для которой Кубок был важнее, чем чемпионат. Но при этом состав ЦСКА и решение Владимира Федотова стало приятным откровением, потому что за исключением, по сути, одной позиции, вратарской, у армейцев был самый, что ни на есть, основной состав. Почему же Федотов поступил именно так? Ведь Кубок для него остается, по сути, последней возможностью спасти сезон. Здесь есть место только нашим догадкам, но, кажется, гегемония Зенита надоела не только болельщикам клубов, но и многим представителям. И единственное, что нельзя делать ни тем, ни другим, это шутить на эту тему и распивать кричалки, а то потом придется извиняться. Заслуживает отдельного слова, конечно, Владислав Тороп, который провел восхитительный матч и стал одним из главных героев этой победы ЦСКА. Но вспомните, вообще-то, после одного из своих сейвов в конце игры, Влад неудачно сыграл на выходе и чуть было не привез гол в свои ворота. Владимир Федотов после матча был очень осторожен в оценках своего молодого вратаря, и вообще он его практически не хвалит. Единственное, о чем делает акцент Федотов, так это на том, что Игорь Акинфеев полностью здоров, он готов играть, но при этом в старте у ЦСКА на важный матч против Зенита выходит молодой вратарь. О чем это может говорить? Наверное, о том, что Игорь Акинфеев совсем скоро будет завершать свою большую и великую карьеру. А мы знаем, что через этот этап великие игроки проходят по-разному. Кто-то скандалит, кто-то не может принять свой новый статус. И вот здесь хочется выразить уважение Игорю Акинфееву, который помогает своему клубу и своему молодому сменщику пройти этот очень сложный этап максимально безболезненно и без больших потерь. Кстати, основную часть выпуска мы пишем еще до матча Зенита и ЦСКА, но реплика по этой игре у нас обязательно будет. А кто ее запишет, вы узнаете чуть позже. Пока же вернемся к матчу этих команд в чемпионате, ведь все самое интересное было после игры в раздевалке Зенита. Там состоялся настоящий разбор полетов. Хотя полеты, наверное, не самое подходящее слово, потому что там был скорее разбор падения. Александр Иванович Медведев пришел в раздевалку и назвал футболистов Зенита импотентами. Этого, конечно, никто не слышал и не видел. Сами понимаете, все-таки дело интимное, но так говорят. И еще говорят, что Александр Медведев специально для легионеров расшифровал, что он имел в виду. Импотенты это те, кто хотят, но не могут. В этом вопросе, конечно, Медведеву лучше довериться. Он человек все-таки опытный и уже возрастной. Но вообще-то Сергей Семак вот несколько туров назад говорил, что проблема как раз обратная. Что очень тяжело своих футболистов, уже все выигравших, мотивировать. То есть они все-таки могут, но не хотят. Вот как это тогда называется. Ну а если Медведев все-таки поставил правильный диагноз, то Зениту идеально подойдет один человек, который на всю страну уже однажды показал, что с потенцией у него проблем нет вообще никаких. Тем более, что летом у него заканчивается контракт с локомотивом. Как выяснилось, до января в Китай он уехать не сможет. Ну так почему же не воспользоваться моментом? Пока же Зенит выбрал другое решение. Руководству петербургского клуба, от лица которого выступает Елена Илюхина, такие проблемы, о которых говорит Александр Медведев, незнакомы. Она захотела поднять зарплату тренерскому штабу и основным игрокам. Она это и сделала. На эту тему очень обстоятельно высказался автор «Спарца» Александр Дорский. Зайдите в его телеграм-канал, почитайте, если интересно. Он заметил, что под это описание ключевых футболистов подходят, например, Вендел, Клаудиньо, Бариос. То есть те футболисты, с которыми и так, вот буквально несколько лет назад, «Зенит» уже продлевал контракты. И это что же получается? «Зениту» бы сейчас взять, вдумчиво всех посмотреть, а он берет и просто всех продлевает. В том числе и тех самых импотентов, о которых говорил Александр Медведев. А еще «Зенит» таким решением подставил матч ТВ, с которым у них, по сути, один и тот же хозяин – «Газпром». Вот сами подумайте. Российская премьер-лига видит, что «Газпром» выделяет дополнительные деньги «Зениту» на увеличение зарплат штабу и игрокам. И, естественно, она приходит к матч ТВ и говорит «Мы хотим больше». И РПЛ точно знает, что «Газпром» может, но хочет ли? Как мы выяснили, в Петербурге с этим есть большие проблемы. А теперь давайте поговорим о команде, которая, в отличие от «Зенита», точно хочет. И это чуть ли не главный фактор ее успеха. «Динамо» на выезде обыграла «Балтику», хотя проигрывала к 90 минуте с отсчетом 1-2. Давайте признаемся честно, разве «Динамо» играла лучше «Балтики»? Конечно, нет. И проигрывала по ходу матча тоже по делу. Но мы всегда говорим о том, что важное качество чемпиона – это способность добывать очки и побеждать в плохих матчах. У «Зенита» раньше была такая способность, сейчас она пропала. И даже у «Краснодара» в этом сезоне такая сверхспособность тоже была. Правда, при Владимире Ивиче. После прихода Мурада Мусаева ее тоже не стало. И вот «Динамо» в последних двух матчах эту сверхспособность нам ярко демонстрирует. И вообще, после усреднения уровня команд в РПЛ, на первый план выходит именно психология и именно мотивация. Кроме того, у «Динамо» есть ярко выраженный лидер – это Константин Тюкавин. Есть ли такой в «Краснодаре» и «Зените»? По мастерству, конечно, у «Зенита» это, например, Клаудиньо, у «Краснодара» это, допустим, Эдуард Спертиан. Но так уж получается, что в сложные моменты ни один, ни другой за собой повести команду не могут. А Константин Тюкавин с этой ролью в своем очень молодом возрасте справляется практически идеально. Его до конца чемпионата остается всего два тура. И все равно сказать, кто станет чемпионом, очень сложно. Ясно одно – станет им не самая мастеровитая команда, а, во-первых, самая голодная. И, во-вторых, психологически устойчивая. И последнее – очень важно. Ведь московская «Динамо» почти весь сезон была в роли догоняющего. И эта роль шла «Динамовцам» идеально. Марцел Личко, например, после поражения от «Урала», которая стала третьим в серии, вообще вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство. Он сказал, что теперь мы боремся только за третье место. Но сейчас «Динамо» – главный фаворит. Всего 4 очка до чемпионства. В таком статусе «Динамовцы» не ходили не то, что в этом сезоне. Они уже не помнят, когда они были в таком статусе вообще. И не затрясутся ли они? Краснодар, вот, например, с такой ношей не справился. Но, с другой стороны, и дистанция у них была всяко длиннее, чем теперь у «Динамо». Посмотрим, справится ли «Динамо», но если получится, то это будет во всех смыслах уникальное чемпионство. Во-первых, 48 лет ожидания. Во-вторых, если «Динамо» станет чемпионом, то опять не попадет в Еврокубки, как было во времена предыдущих чемпионств. Ну и в-третьих, Марцел Личко уже приводил одно «Динамо» к чемпионству. Он уже становился чемпионом с «Динамо», правда, это было в Беларуси. А если получится привести к золоту еще и второе «Динамо», ну это будет настоящее достижение. А теперь давайте поговорим про наиболее актуальные новости. Балтика выбила «Спартак» и стала финалистом Кубка России впервые в своей истории. Я видел, что это многих расстроило, мол, в финале Кубка России будет серая вывеска, лучше бы там был «Спартак» и уже неважно с кем, «Зенитом» или «ЦСК» и все такое прочее. По мне это очень странное рассуждение, потому что Кубок всегда был турниром больших шансов для малых команд. Вспомните, многие из них добирались достаточно далеко. Это и итальянский «Акрон», и владикавказская «Алания», и «Химки», которые играли в финале Кубка против «Зенита» еще в старом формате. А после того, как этот формат изменили, шансов у маленьких команд забраться далеко стало еще меньше, потому что у них практически не осталось возможности на ошибку. И вот Балтика свой шанс заслужила и им воспользовалась. Вообще-то она вышла из группы с «Зенитом» и «Крыльями Совета» в путь РПЛ, где обыграла «Локомотив», проиграла «ЦСК», спустилась в путь регионов, и там, уже не имея того самого права на ошибку, обыграла на выезде «Ростов», а теперь еще и прибила «Московский Спартак». И это при том, что команда из зоны вылета практически всю весну играла в графике через три дня на четвертый, на который, кстати, жаловался даже Сергей Семак. Но отдельные личности разве не заслужили этого шанса? Например, Евгений Латышонок, который не стал сидеть за спиной Матвея Сафонова в Краснодаре, ушел в Балтику, тогда выступавшую в ФНЛ, дорос с ней до российской премьер-лиги и финала Кубка, и вообще стал, наверное, одним из главных открытий этого сезона. То же самое касается и Козлова, который ушел из «Зенита» по схожим причинам, что и Латышонок из Краснодара. Ну и главный тренер Сергей Гнашевич уже два с половиной сезона возглавляет Балтику. Он с ней вышел из ФНЛ в премьер-лигу, и он с ней добрался до исторического финала Кубка России. Поэтому Балтика сейчас заслуживает исключительно слов восхищения и восторга. Ну а что Спартак? Кажется, это поражение пошло на руку как минимум одному человеку, спортивному директору Томашу Амаралу. И так уж получается, что Балтика, видимо, не спасется от вылета из российской премьер-лиги, но она спасает Амарала от серьезной головной боли. Теперь у него полное право назначать своего кандидата на пост главного тренера, а вот у Владимира Слишковича пропал, наверное, единственный аргумент, чтобы на этом посту удержаться. Да, это звучит немножко аморально, но чего еще ждать от человека с такой фамилией? Итак, Балтика в суперфинале Кубка России, и я, к сожалению, пока не знаю, кто стал ее соперником, потому что эту часть выпуска мы пишем еще до игры «Зенита» и «ЦСКА». А вот Михаил Масаковский эту игру уже посмотрел, разобрал, осмыслил и готов своими мыслями поделиться с вами. Слово Мише. После игры «ЦСКА» и «Зенита» самой обсуждаемой фамилией, и это понятно, была фамилия Тороп. Двойной перелом лицевой кости, тяжелое сотрясение мозга и испытания, с которым Владислав столкнулся уже в 20 лет. Его наставник Игоря Кенфеев был лишь на год старше, когда в 2007 году в Ростове он получил свою первую тяжелую травму колена. Судьба армейских киперов часто бывает непростой, ну а порой просто драматической. Теперь Торопу предстоит тяжелая транспортировка в Москву, операция, об этом уже сказал Эдуард Безуглов, а после этого хочется верить, мы все на это надеемся, быстрое восстановление и успешное возвращение на поле. Что же касается матча, он получился неярким, может быть даже менее ярким, чем недавняя игра «ЦСКА» «Зенита» в чемпионате. Там все-таки был гол, пусть из финальной, там было 24 удара поворотом. В этом матче ударов поворотом было меньше 10, представьте себе. И самым эмоциональным эпизодом встречи был действительно, наверное, вот этот момент со столкновением Торопа и Алипа. Замена вратаря, выход на поле другого молодого армейского кипера Владимира Шейхудинова. Ему 19, и он всего на год младше, чем Тороп. И до этого Шейхудинов был известен в первую очередь тем, что он ведет яркий телеграм-канал. Причем, заметьте, не про футбол, а про кино, киноволька. Там после матча резко прибавилось подписчиков. Это действительно было бы кино, если бы 19-летний вратарь вышел в своем первом матче в профессиональной карьере, сыграл бы на ноль в Петербурге против «Зенита», а потом еще и затащил серию пенальти. Но это было бы в сказке. В реальности Шейхудинов и ЦСКА серию пенальти проиграли, при этом действительно основное время сыграв на ноль. Ну и действительно, наверное, пока 11-метровый не самая сильная сторона 19-летнего вратаря. Хотя в этом возрасте, наверное, так и должно быть. Есть ощущение, что ЦСКА и «Зенит» заканчивают этот сезон на полуспущенных колесах. А еще нужно отметить, что в финале кубка теперь сыграют команды, для которых главный приоритет – это не кубок. Ведь «Зенит» все-таки пытается продолжать борьбу за чемпионство. А «Балтика» всеми силами цепляется, ну хотя бы за переходные матчи. Поэтому теперь и тем и другим нужно будет найти и силы, и мотивацию на вот этот кубковый финал. Который, конечно, и тем и другим нужен, но который не на первой строчке в списке приоритетов. Суперфинал Кубка России и заключительные матчи чемпионата у нас еще впереди. Будет что обсудить. Но сейчас невозможно обойти стороной важное назначение в мире спорта. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал новым министром спорта Российской Федерации. Если честно, я даже не очень понимаю, как к этому относиться, ну с точки зрения карьеры, что ли. Как это воспринимать? Как повышение или все-таки как понижение? С одной стороны, формально это переезд с Дальнего Востока в Москву. Выглядит как повышение, безусловно. Но по сути-то что? Раньше Михаил Дегтярев был главным человеком по всем вопросам в огромном и очень удаленном от центра субъекте Федерации. Теперь же он отвечает, по сути, за одно направление – спортивное, которое в условиях мировой изоляции, по сути, становится вопросом исключительно местечковым и локальным. И даже в этом вопросе Дегтярев далеко не главный человек. Ведь очень много людей, которые в существующих политических реалиях определяют, что делать нашим спортсменам. К счастью, нам, в отличие от российских спортсменов, никто не может ни запретить, ни разрешить говорить о том, что происходит в Европе и мире. Но о главных европейских событиях вам уже расскажет Денис Алхазов. Все, доигрались. Манчестер-Сити – чемпион Англии. 2-0 с Тоттенхэмом. А это противостояние совершенно чудесное, как мы знаем. Манчестер-Сити сколько раз подряд был лучше Тоттенхэма. Это еще с Лиги чемпионов до внешней тянется. А все равно Тоттенхэм свои голы заковыривал. Такие чудеса не любит Гвардиола. Он любит рутину и порядок. И этот матч он сделал рутинным, несмотря на нервы. Гвардиола экспрессивный. Но вы видели, как он падал, как он скакал? После таких матчей последние волосы теряют, и первым рейсом летят в Стамбул. И Тоттенхэм окружали кривотолки. Что надо обязательно проиграть, чтобы Арсенал не стал чемпионом. Необходимо лечь под Сити. Двух фанатов, праздновавших голы Манчестер-Сити, вывели со стадиона. Эндж Пустыкоглу, что очень красноречиво, в какой-то момент игра еще шла. Еще Тоттенхэм цеплялся за результат. Просто развернулся к трибуне, к нижнему ярусу. И начал крыть болельщика, который что-то там скандировал про Арсенал. И желал поражения Тоттенхэму. Пустыкоглу потом свои мысли развил. Что фундамент рыхленький, гнилой, в том числе в болельщикой среде. Ну, может быть, он и прав. Потому что этот матч получился излишне эмоциональным. И это давление сказывалось на футболистах Тоттенхэма. Я, конечно, профессионально в футбол не играл, но есть ощущение, чем больше нагревается игра, тем больше профессиональные футболисты хотят себя показать. Они на виду. Они под цветом софитов. И что-то мне подсказывает, что в таких ситуациях никто никому никогда не собирается сливать. Сливают только водичку Сол Траффорд. Ну, а сама игра была противодействием порядка со стороны Сити и эмоций со стороны Тоттенхэма. Драгушин отбивал летящий в створ мяч ухом. Тоттенхэм был очень неосторожен в единоборствах, чего стоит только прыжок попой на голову Эдерсону со стороны Криса Ромеро. Ну, вот такие вот они, аргентинцы. И, конечно, две ключевые контратаки Тоттенхэма. Особенно выход Сона один на один. Сколько Сити вообще предоставляет соперникам таких шансов? А вы помните, с чего тот момент начался? Сити играл в собачку с Тоттенхэмом минут пять. Виртуозно перекладывал, передавал мяч друг к другу. Как Янковский со свечой, вот так вот не теряя, не теряя, долго-долго-долго-долго. И все-таки потеряли. И Тоттенхэм этим не воспользовался. А после этого ничего не было. Тотальный контроль, уверенность и спокойствие. Я понимаю, почему все или подавляющее большинство болеют за арсенал в этой чемпионской гонке. Нам хочется чего-нибудь новенького, специи. Самая конкурентная лига, как нам ее продают, английская премьер-лига, чемпиона практически не меняет. За семь последних лет только раз Ливерпуль по-настоящему сбросил Манчестер Сити с их насеста. И этот Сити на самом-то деле не впечатляет. Ну не стоочковый Сити, не искрометный Сити. Это команда энергосберегающих режимов. И они их переключают. Они не бегают до вратаря в прессинге. Они компактно оборонялись и ждали, пока Тоттенхэм ошибется с первой передачей. И Тоттенхэм регулярно ошибался. И опять же, они просто сушат игру привычным владением. На эмоциях ни один чемпионат не выигрывается. Это длинная, нудная дистанция. И Гвардиола уже давно зарекомендовал себя, как настоящий кенийский бегун. Арсенала мы хвалим весь сезон и с удовольствием их смотрим весь сезон. Выиграть чемпионат спустя 20 лет после непобедимых, это было бы достойно. Но послушайте, сколько лет Ливерпуль ждал своего титула? Сколько лет уже ждет Манчестер Юнайтед? 11. Офигеть. Арсенал 20. Челси сколько ждал? Сити. Но это немного другая история. Но эти же клубы, они никуда не пропадали. Они всегда под чемпионами. Они где-то рядом, они в Лиге чемпионов. У них огромная болельческая база. И даже после таких сезонов, когда до титула дойти не удалось, мне кажется, болельщиков у команд прибавляется. Так что все хорошо будет у Арсенала. С другой стороны, это очень неприятно, это выматывает. Ты все хорошо делаешь. Но вот твой соперник чуточку лучше, и он, зараза, ни разу не подскальзывается. Вот вообще никак. Стоит твердо на ногах. Может быть, мы немного торопимся, подводя итоги чемпионской гонки. Ведь еще остался один тур. И все-таки Арсенал немного фарта, но заслужил. Только-только появилась новость. В Улверхэмптон, клуб английской премьер-лиги, инициирует отказ от вар в турнире. Напомню, правила голосования просты. 14 клубов из 20 в лиге должны поднять большой палец. От вар нужно предложить вот таким вот ретроградным. Действительно, Улверхэмптон в этом сезоне немало пострадал, и другие клубы пострадали не из-за вар, не из-за технологии, которая мнится многим дьявольской совершенно, а из-за тупости судей, которые не договариваются между собой, не слышат друг друга, принимают неверные решения, а у них при этом есть подстилка из 6-8 мониторов и повторов. Это как злиться на автомобиле. Ездят, воздух отравляют, автокатастрофы случаются, но управляют-то ими люди. Почему бы Улверхэмптону не вспомнить, что некоторые британские судьи за несколько дней до тура просто гоняют Саудовскую Аравию там посудить и немного потусоваться. И самое главное, что звучит в конце заявления Улверхэмптона, пресловутый дух игры портит вар. Что такое дух игры? Мне никто не объяснил до сих пор за 28 лет. Что такое дух игры? Это Буфона не удалять? Это Костоломов не замечать? Вот что такое дух, душок, душица этой игры? Я не понимаю. У каждого своя правда и свой душок. С тем же успехом Улверхэмптон мог предложить отменить Астон Виллу. Соседи как-никак. И есть некоторая футбольная вражда. Почему? Астон Вилла попала в Лигу Чемпионов. Колоссальное достижение для Бирмингемского клуба и для Унай Эмери. И в целом, если взглянуть на футбольную Европу, везде распускаются цветы. Везде команды открытия, которые добыли потом, трудом и феноменальной игрой путевки в Лиге Чемпионов. Астон Вилла, Жирона, Болония, Брест, Штутгарт и Байер, конечно. А у нас еще Динамо может стать чемпионом. Но Еврокубки это как бы, сами понимаете. И тут напрашивается глубокий вывод. Неужели европейский футбол наконец обновляется? Как 60 лет назад. Совершенно другие клубы выступали в Еврокубках и добивались там успеха. Сейчас многие из них это просто окаменелости. Неужели привычных грандов, топов, толстосумов подвинули и растут новые силы? Астон Вилла защищена от посягательств плочной фунтовой оболочкой. У них самих деньги водятся. Байер, слава тебе Господи, сохраняет Хаби Алонсо и развивает футбольный проект. За спиной Жироны сильная метрополия в лице Сити Футбол Групп. А вот Брест и Болония сорвут эти цветы и засушат в Гербарий. Отдадут сильным мира сего. Тяга Мот перейдет наверняка в Ювентус. Это был одноразовый праздник для жителей этих городов и болельщиков этих клубов. Надеюсь, что ошибаюсь. С другой стороны, есть пример, дарующий нам надежду. Это, конечно, Аталанта. Вспомните, сколько там лет назад. Лет 7 назад это была неукротимая сила, составленная из отвеженных футболистов. Ильичич, Папу Гомес, Рэммо Фройлер, Мартен Дерон. Сейчас Аталанта очень сильно изменилась. Но Аталанта вновь добивается успеха. Она будет играть в Лиге Чемпионов. Она снова подарит городу праздник. Я был в Бергамо, и весь город топит за свою команду. А после прохода финал Кубка Италии той же самой многотысячной толпой резво пьет в местных барах. Подробнее о Кубке Италии прямиком из Рима, из вечного города, в вечный Владимир Стагниенко. Вот там до сих пор еще некоторые футболисты Ювес с Кубком фотографируются. Это видно на Олимпийском стадионе. Ну да ладно, закончился финал. Конечно, можно посочувствовать Аталанте, потому что нельзя, играя с Ювентусом, позволять навязывать себе стиль игры Ювентуса. А пропустив очень быстрый мяч, Аталанта оказалась фактически от Ювентуса зависима. А это крайне сложная история и неблагодарная. Перед матчем говорили, что вот скамаки нет, может быть это и не так плохо, что можно играть на скорости. Но когда ты пропустил, и Ювентус обороняется там двумя линиями защитников очень плотно, нужен именно человек, который будет проламывать эту оборону, пробивать там, как-то разрушать. И такого человека в конечном итоге у Аталанта все-таки не нашлось. Да, сделал Гасперини во втором тайме замены, и в принципе какой-то результат был. Был момент у Миранчука, было попадание Лукмана в штангу, в концовке вот эта история, но там правда, по-моему, было нарушение правил. Но и Ювентус, там и гол не засчитали, и падение одно было довольно спорное, и попадание в перекладину просто Миретти невероятное. То есть я к тому, что еще непонятно, кто был ближе к забитому мячу Аталанта, к первому или Ювентусу, к второму. Но Ювентус в очередной раз доказал, что равных нет этой команде, если говорить об умении добиваться результата. Это, конечно, команда очень практичная, циничная и масштабнейшая, ну, великая команда. Интересно, что будет в следующем сезоне. Мне все-таки почему-то кажется, что вот эти все менеджеры во главе с Джунтали на Олегри уже не очень рассчитывают. Посмотрим. Ну, это мои какие-то ощущения, не более того. Хотя я бы еще раз обратил ваше внимание на то, что перед Олегри ставили три задачи перед началом сезона. Работа с молодыми, ну, он сколько молодых играет. Возвращение в Лигу Чемпионов, вернулись в Лигу Чемпионов, и трофей. Ну, вот вам, пожалуйста, трофей Кубок Италии. Посмотрим, как дальше будет. В любом случае, поздравляю всех болельщиков Ювентуса. Ну, и играйте в футбол. Другой почтенный итальянский Дон, Дон Карло Анчелотти, вовсю праздновал 36-е чемпионство Реала в центре Мадрида на площади Кибеллы. Карло Анчелотти опять величаво поджег сигару, приобнял по-отцовски, по-дедовски всю эту разномастную молодежь мадридского Реала, станцевал с Камовингой, и на танцполе импровизированном смотрелся не хуже молодого и резвого Эдуарда Камовинги. Это я к чему, так, напоследок. Иногда думаешь, вот тридцатник. Как страшно. Вот сорокет, вот полтинник кому-то. Я не успею. Я не пойму эту жизнь. Наверное, всегда ее можно понять, если сохранять улыбку, интерес и любовь. К молодым, средним, старым и, в первую очередь, к футболу. Это рецепт Карла Анчелотти. И рецепт Васи Уткина. На этом все. Играйте в футбол. Футбольный 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 ф